Метр шестьдесят между стульями и обязательно маска. Традиционная пресс-конференция Владимира Путина проходит в этом году в необычном формате. Виной всему пандемия коронавируса. Так, перед началом мероприятия все журналисты сдали тест на ковид. А сама пресс-конференция проходит в дистанционном формате. Главная площадка разместилась в Центре международной торговли в Москве. Здесь находились иностранные федеральные журналисты. Модерировал конференцию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Глава государства вышел на связь из своей резиденции в Новоогарево. Вместе с ним были журналисты Кремлевского пула. Еще одной особенностью пресс-конференции было ее соединение с прямой линией. Вопросы от россиян задавались из колл-центра. Оригинальные журналисты выходили на связь в специальных площадках в федеральных округах. Дом связи в Нижнем Новгороде. Именно здесь разместится площадка для журналистов Приворского федерального округа. Здание в стиле конструктивизма построено в середине 30-х годов. Кстати, автором брельефа с гербом Советского Союза является Николай Калаярский. Многими историками приписывают ему изобретение этого символа. Тесты на коронавирус и маски на лице далеко не единственное новшество на пресс-конференции. К традиционному досмотру вещей журналистов стражами правопорядка добавилась термометрия. Отменился и шведский стол, который обычно бывает на таких мероприятиях. Также из-за коронавируса. Вместо него корреспонденты могли перекусить только шоколадными батончиками и попить минеральной воды. Паул же представлял 83 журналиста. Самая большая делегация из республики Башкортостан. Из Уфы приехало 10 человек. Некоторые из них впервые и сразу же попали на необычную конференцию. Мы хотим к Владимиру Владимировичу обратиться с вопросом, касаемо 450-летия столицы нашей республики, города Уфа. Он 30 ноября издал указ о праздновании этого мероприятия. Хотим узнать, что делается в этом направлении, что будет делаться, как будет в этом участвовать федеральный центр. Проносить плакаты больше альбомного листа на конференцию запрещалось. Поэтому большинство акул-пера старались кратко и ярко сформулировать свой вопрос на бумаге. В этот раз не было и разнообразия ярких костюмах на журналистов. Кажется, традиция привлекать внешним видом к 16-й пресс-конференции стала уходить в прошлое. Нашу область от издательского дома «Ульяновской правды» представлял я, Данила Ноздряков, и оператор Александр Кудряшов. От телекомпании «Репортер 73» приехала Вера Мещерякова. От портала «Медиа 73» Андрей Белов. Все ульяновские журналисты заготовили вопросы президенту. Я бы хотел задать вопросы, касающиеся работы предприятий Ульяновской области, которые связаны с оборонкой. Это механический завод, наша приборка, «Искра» и, конечно же, «Авиастар». Меня интересуют вопросы такого плана. Будет ли государство дальше развивать промышленные и другие программы, связанные с работой этих предприятий. Большая пресс-конференция началась ровно в 12.05. Именно в это время на связь вышел Владимир Путин. Вопросы задавали 774 журналисты со всей России и из зарубежных стран. В выступительном слове президент подчеркнул важность проведения таких конференций. Для меня, хочу подчеркнуть, это мероприятия подобного рода не являются формальными. Я придаю им большое значение. При всем том, что, конечно, у меня огромный поток информации о том, что происходит в стране. И он по разным каналам, когда они поступают. Но нет ничего более ценного, чем прямое общение с нашими людьми, с гражданами Российской Федерации. Необычным было и начало пресс-конференции. Традиционно первым вопросом задают федеральные журналисты. Но в 2020 году первое слово дали журналистки из Магаданской области, Людмили Щербаковой. Она спросила, как президента оценивают подходящий к концу год. Большинство вопросов так или иначе касались пандемии коронавируса. Год был, что значит плохой? Это как погода. Она бывает плохая или хорошая? Погода, она и есть погода. Так и год. И плюсы есть, и минусы. Как в жизни всегда. Рост цен, расследование Навального, Нагорный Карабах и отношения внутри СНГ, ситуация на Донбассе и газификация России. За четыре с половиной часа удалось обсудить практически все темы, которые волнуют граждан страны. К сожалению, ульяновцам слова так и не досталось. Каждая окружная площадка получила право на два вопроса. И выиграть в конкурентной борьбе с еще восьми десятками журналистов было настоящей лотереей. В этот раз счастливые билеты вытянули наши ближайшие соседи из Пензы и Саранска. В заключение поговорили даже о личном. Глава государства сказал, что в его семье произносит на Новый год один единственный тост за Россию. Не оставил без новогодних подарков президента и жителей страны. Поэтому я перед тем, как сюда прийти, посоветовался и с правительством, и с администрацией президента. И мы договорились о том, что страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок. Небольшой, скромный, тем не менее, всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей. Как каждому ребенку в семье, где есть дети от нуля до семи лет, включительно. На этой оптимистичной ноте большая пресс-конференция завершилась. У журналистов Кремлевского пулу была еще возможность поговорить с президентом. Глава государства, в частности, пообещал, что локдауна не будет. Оригинальные журналисты разъехались по своим городам. Данила Назаряков, Александр Кудряшов, Сергей Андреянов. Новости Уллправда ТВ. Нижний Новгород.